добрый вечер друзья сегодня у нас в студии елена порецкая тема взаимосвязь подарков вашего будущего энергия подарка символичность всем привет тема интересная значит взаимосвязь подарков и как бы символичность таковых очень важно что мы дарим там себе детям ну вообще кому либо да то есть в каждый подарок мы все равно закладываем даже если вы не специалист какую-то свою энергию до хорошую или плохую смотря какой вы человек и вы соответственно можете это как бы закладывает подарок либо это будет подарком действительно либо это будет подкладом до плохим чем-то смотря с кем вы что и как если кто вы сами да ну почему эту тему я придумала я не знаю почему вы придумал она мне пошла ночью как бы я в 4 соответственно легла спать общаясь перед этим скверенткой своей коллегой да как бы она видит тоже сша и потом мне полночь и два часа она мне снилось мы как будто бы с ней продолжали диалог да только астрально почему-то потом мне вот пришла тема я от этого проснулась в 6 30 и еще по какой-то причине и по определенной и соответственно я вот эту тему придумала то есть мне пришло просто некобы блок приходит каких-то информационных потоков все я не записал но от название как бы и тематика так родилось да а вот смысл в чем как бы очень много зависит от того что во что мы играем в детстве да как бы в какие игрушки какая логика у игрушек до которым мы дарим детям ну начнем с того что у нас сегодня до четкое разделение на как говорится четкое разделение на игрушки которые допустим предназначены либо для мальчиков либо для девочек хотя например там те же мои внуки они играют машинками одночасно оба да там хоть и там марьяна здание но они играют вдвоем машинки и я с удовольствием коллекционирую машинки покупать то есть абсолютно это не важно какой игрушка вы играете важно какую вы туда заложили логику как вот это разделение почему она в принципе всегда была в старые времена да она как бы приучала заранее каждого человека к тому образу жизни которым допустим полагался по социума да сейчас у нас все изменилось мы абсолютно можем как бы позволять себе и машинки играть и соответственно в кукла да кто как хочет вот но что вы вкладываете в это да там есть поверье а то во что играют дети потом как бы становится их жизнью да то есть если изначально вы вспомните советские времена очень многие у кого было мало игрушек в основном мы делали все сами помните да ну вот мы и родились такие все творческие да кто-то очень много профильный творческий да абсолютно то есть причем берясь за что-то людям мгновенно могут что-то создавать да более молодое поколение как бы оно все-таки узко профиль на да то есть не каждый может так многих много в себе раскрывать возможности хотя у них потенциал в игрушечном эквиваленте в детстве было лучше да если даже те же дети 90-х вот то есть на самом деле как ни странно действительно вот если взять тоже родноверие у нас вот как бы игрушки все таки хоть тоже разделенно сесть да но все равно существует игры где объединенности из детей и они за счет этого формируют как бы что и всем советую в семьях да формируют общий фон взаимоотношений то есть потому что когда один хочет в одну машинку играть а другая или другое хочет в ту же самую машинку играть вот тут идет конфликт интересов у детей этот конфликт интересов он у вас будет и дальше вот чем беда то есть тут нужно грамотно переформатировать это все изначально виде допустим что ваши маленькие детки да уже таким образом себя позиционирует брат ли это сестра или там может быть родственники то есть я не призываю абсолютно отдавать все свое там другим детям нет но в какой-то степени вы должны понимать что какие-то игрушки нужно игры нужно если у вас несколько детей делать так чтобы был общий фон занятости в игровом процессе чтобы дети как бы взаимосвязывались социализировали друг с другом да умели оказывать взаимопомощь чтобы не воспитывался процесс жадности и так далее взаимовыручка да важно то есть игрушки по сути как бы они имеют определенную логику развития и покупая допустим ту же барби вы в принципе видите очень многие девочки кто играл барби да там в принципе это девушки которые потом и женщины идут карьерным путем вот сразу скажу я играл солдатики маргарита ты во что играл у меня были куклы наше время барби не было но куклы то были у нас тоже были куклы такие ужасные советские куклы но мы как бы я в основе своей так не играла в куклу кстати хотя у меня вот например дочь я покупала и именно baby bon of тому то есть я хотя барби у нас было но вот у нее как бы наоборот вот это вот там baby bon наташа была у нее вот и она вот с ней возилась там полно было всяких тут таких кукол знаешь и эти куклы они формируют материнство кстати потому что это лялька понимаешь да вот поэтому в какой-то степени здесь закладка закладка игрового процесса она идет закладкой кем будут ваши дети если взять что вы взрослый человек что с вами делать да соответственно вы уже выросли из всех кукол и игрушек и вы уже себя считаете взрослым но я вам скажу одну вещь а вы вспомните что вы хотели в детстве и что у вас не было особенно там шестидесятые годы кто родился до семидесятые там не было того что есть сейчас в изобилии сходите в детский мир купить себе то что вы бы хотели если бы вы были допустим в том возрасте как вам бы хотелось эту игрушку окунитесь немножечко в тот процесс когда вас не связывали опыт обязательства возраст процесс прожития времени купите себе то что вы бы хотели и пусть это будет ваши какой-то отдушина даже смотря на этот предмет игрушечный вы будете чувствовать себя комфортно потому что вы выполнили свое желание на теперь мы берем процесс желание да что по сути есть игрушки для детей это реализация их желания которое допустим может формировать будущее да как таковое развитие на какой-то момент времени когда много игрушек их естественно до убирать это если к детям да и в какой-то момент времени если допустим вы заталисманиваете игрушки то доставать надо именно ту игрушку которая вам кажется больше подходит по развитию да и давай ее ребенку вспоминаете на что вы заталисманивали эту игрушку горит промо до подарки мальчиком девочкам получается не обязательно там машинки куклы до различать так получается то у нас сейчас тема что из мальчиков делать девочек из девочек мальчиков очень актуально влияет ли на это игрушки влияет но здесь влияет мозги родителей на самом деле не важно чем играет ваш ребенок абсолютно важно кем он станет потом в итоге на и если как бы у ребенка будет если у вашего ребенка будет допустим девочка будет играть в машинке ничего там страшного нет я например люблю машины и машинки да там я за рулем на и что для меня машина это но это много значимо то есть то же самое допустим если кто-то играть другие игрушки там есть кто-то кто любит готовить из детей у них кухни детские да вообще принцип покупки ребенку игрушек важен не потому что вы захотели это а все таки когда уже они осознанно более-менее да там все таки спрашивать и лучше вариант подготавливать а что человек сам хочет всегда лучше спрашивая да что ты хочешь потому что как бы обычно заходят детский мир и хотят вообще не знаю чего некоторые да нету цели по сути они не выставлены я вот своих детей учила выставлять цели то есть а что ты хочешь ты заходишь магазин что-то хочешь конкретно есть сейчас на это нет денег значит мы их откладываем копим и ты в итоге не идешь покупаешь то есть как бы да то есть вы приучаете таким образом ребенка какому-то процессу зарабатывание денег методом терпеливого ожидания да там хотя процесс ожидания это плохая штука но в данном случае он идет на плюс то есть ребенок не сразу там спускает какую-то сумму который ему дарится или дается а он за трудолюбивая и и откладывает откладывает как бы зарабатывая да и в итоге потом она или он там вы идете покупаете вот неважно какая игрушка опять же важный смысл который вкладывает туда родители если у вас ребенок любит машинки покупайте то что любит ваш ребенок навязывать ребенку который любит машинки куклы это еще больше абсурд маргарита вот есть разные виды подарков и разный посыл закладывается до при покупке подарков кто-то покупает лишь бы что-то подарить отметиться на кто-то очень долго тщательно выясняет что человеку нравится и старается сделать ему приятно кто-то дарит подарок с таким нехорошим посылом который может потом воздействовать на человека которого одарили вот как например определить с каким посылом принесли подарок в твой дом сложно определить сразу скажу тут зависит от того какой человек вам это дарит вообще как бы любой подарок любой подарок как бы это то от чего зависит ваше будущее сто процентов скажу вам так то есть поэтому к любым подарком почему лучше вариант иногда деньги ты сам пошел себе купил что-то на если вам дарит подарок и плюс закладывает туда какой-то смысл с одной стороны вроде обложка хорошая смысл плохой то как бы это элемент порчи это подклад если вам дарят действительно искренне подарок с перспективы я всегда дарю подарки которые талисманы да которые дают перспективу человеку даже если я могу подарить подарок человеку которому я может быть не очень хорошо отношусь по какому-то принципу да но так складывается обстоятельства или сложится да что мне придется например такому человеку дарить хотя я стараюсь всегда подарить только тем с кем я в дружеских отношений то я всегда все равно закладываю хороший смысл то есть в этом плане как бы отношение человека к этому подарку уже будет или ко мне будет допустим что-то минусовать для него исчер плохо относится то это уже его будет проблем то же самое у вас если вы кому-то дарите подарок вы закладывать туда не то что вы бы хотели лишь бы отделаться или что-то хорош подарок такой где вы старались вкладывали какие-то усилия да там ну я просто про подарки своими руками даже не говорю это одно да там но всегда надо помнить если что-то дарите рукодельное то вы должны понимать а нужно ли это тому кому вы дарить потому что и еще тоже вопрос что вы вкладывали когда вы что-то делали если вы в этот момент переживали свои собственные проблемы и при этом делали подарок то поверьте мне вы подарите подклад сто процентов мне такие были случаи поэтому человек даже автоматически может не заметить этого не понять вот поэтому я всегда выверяю если я что-то делаю или картину талисман или портрет человеку или то я всегда выверяю ровное состояние то есть я не не впихиваю свои какие-то переживания амбиции то есть я четко работаю на своей энергии на благо человека которым я делаю этот подарок и у меня как бы все талисманы они даже чаши талисман да они приносят как бы удачу да вот в вашем случае если вы как бы все-таки ходите покупаете подарки смотря какой человек да закладывать надо все равно чистую энергию внутри и снаружи обязательно чтобы человеку было необходимо этот подарок как-то либо вы узнаете что человеку нужно либо вы покупаете сами да как бы исходя из этого у меня был один подарок такой на день рождения или на новый год не помню одна подруга кстати не очень хорошая как потом выяснилось подарила мне много тарелок я вообще как бы гостями не страдаю чтобы приглашать номер раньше тусовки разные были когда дети были небольшие потом я это дело все прекратил потому что мне это как говорится пользы не делала ну не интересно это да было вот и получилась ситуация значит что вот эти тарелки там насколько ты персона они у меня были белые такие может вы знаете там набора этих тарелок бы как только мне человек подарил эти тарелки она мне такую установку дала чтобы у тебя всегда было много гостей вы знаете мне практически вообще в эти тарелки были не нужны для этого то есть практически аннулировался поток людей которые обычно был входим там мастерскую сейчас да тогда это была квартира и соответственно она как бы рубанула это очень сильно причем это было на несколько лет естественно я такого подклада потом избавилась опять же избавился только восемнадцатом году поняв даже в девятнадцатом поняв нет восемнадцатом в конце на девятнадцатый поняв что человек заложил другое то есть мне хотелось верить что это подруга да там ну вы сами понимаете мы когда дружим и дружим а в итоге оказался не подруга то есть вот здесь подклад заложенный заложенный в творог второй смысл подарок очень плохо да я всегда опять же повторюсь я всегда прямой смысл закладываю во все подарки вот или какие-то талисманы или даже камешки талисманы даже визитки талисманы они у меня все с прямым смыслом на благополучие на гармоничность на позитив на финансовый достаток и прочее да то есть у меня как бы как мои заряжения на позитив еженедельный поэтому я вам советую то же самое насчет деток опять же да деток соответственно вы помните да что если вы закладываете даете ребенку какие-то формирования каких-то позиций до игру игровые то выпаду вы в принципе потом в дальнейшем смотрите предрасположенность ребенка к чему-либо что он сам выбирает и уже дальше вы корректируете что нужно куда нужно и так далее то есть как дальше развивать потому что когда дети перестают играть в игрушки вот это самый сложный процесс идет развитие ребенка вы уже не угадаете да там маргарита до каких лет игралась в игрушки я думаю что недолго у меня и дочка что-то не очень к игрушкам хорошо относилась сколько кукол у нее не было почему-то на них не играл не нравилось и куклу точно не нравится на ноте кристаллические ребенки и вообще куклы это не вариант ну вот а как определить то есть покупали разных кукол и по и дарили и все это и не о чем то есть они лежат и лежат но несколько раз в руки взяла поиграла и на этом все там не было никаких там заморочек хочу куклу купите мне куклу как обычно дети не помнишь советское время купите куклу германская кукла полтора метра стоп метр полметра кукла на у меня были за такие куклы и почему только с ними не делали да 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 было весело или немецкие пупсики которые с одежками были все их шили и так далее вспомнил все были мастерицами я одежки да было такое дело но вот видишь это развивает на самом деле вообще как бы славянских практиках да существует принцип даже создание игрушек а вот и именно кстати деревянные игрушки да вот они дают духовное более как бы начало да как как ни странно потому что дерево это живой материал не у своя энергетика да пластик как ни странно там железо пластика все-таки более придумано людьми и да вот именно деревянные игрушки там допустим они более чистого посыл дают в развитии как бы конечно это дерево но с другой стороны это именно и для развития лучше потому что если учесть сколько у нас выбрасывается пластиковых игрушек и они потом не утилизируются то это просто жесть ну да особенно китайское все с ядовитыми материалов с ядовитыми красками это просто жуть особенно я почему даже своим ну родственникам да деткам я игрушки перестала вообще покупать я стараюсь всем дарить деньги и говорить купи своему ребенку то что ему конкретно нужно мама лучше знает что нужно ребенку до верно позиции дай бог попадешь на какую-нибудь китайскую дрянь ребенок отравится зачем поэтому лучше деньгами ну это моя позиция тоже верно в иных случаях лучше деньгами дарить а люди сами себе покупают что вообще как бы еще очень аккуратно надо относиться к подаркам когда белье дарят обращали внимание потому что очень интересная тема я тоже обратил внимание это естественно через свой опыт но тема какого допустим вам дарит ну например белье на свадьбу человек ударе до семье и все подклад постельное белье да это оказывается подкладом то есть по сути как бы смотря кто подарил и таких подарков может быть много в принципе да почему кстати когда на свадьбу дарился раньше же вещи дарили больше не деньги если старые времена вспомнить то в принципе как раз среди таких вещей вот это переходное звено было подклад негативно если кто-то кому-то завидовал кто-то специально порчу наводил вот я вообще как бы мне было то уж подарен один раз комплект белья и это был 2006 на год такой многострадальный у нас получился по всем принципам сложный и вот мне было подарено белье как бы и принципе я помню что я делала выводы относительно этого комплекта я его как-то потом утилизировала да куда-то не помню вот но реально я обращала внимание у людей кто ко мне приходит на сеансы что когда уточняла ну какие-то моменты особенно с подарками связанные всегда спрашиваю ну не всегда когда касается тема я говорю не было ли вам подарено что-то мне там чак это вот у не комплект белья нам подарили и потом отчет времени показывает через сколько у человека начинаются проблемы когда они поспят на таком белье представляешь по поводу белья это конечно интересно я своему племяннику на свадьбу дарила но совершенно без задних мыслей очень красивое белье ну ты поставил туда хорошую энергию то есть смотри какая энергия же тебе говорю но я сейчас говорю о минус о минусовом воздействии если допустим на какие-то кто-то чего-то дарит надо смотреть да обязательно какая энергия у человека ну не все это могут определить какая энергия единственное что наверное после истечения некоторого времени человек все таки если у него что-то получается в жизни уже что-то пошло не так он наверное должен начать анализировать какого момента это пошло не так ну смотри в принципе да но если допустим людям дарят допустим комплект белья то со временем как бы проблема начинается в личных отношениях то есть никто никогда не связывает это с комплектом белья все связывают это совсем с другим там ну вот что в этом случае уже делать если вы поспали на таком комплекте белья ну первое надо снимать негатив однозначно с вас и ваших близких и второе это надо утилизировать этот комплект белья куда-нибудь подальше потому что здесь как бы лучше вариант убрать сложить в пакет и вынести да там вот то же самое с вещами кстати вещи тоже могут быть и в плюс и минус бывает вам дарит какие-то вещи вот они вам в плюс да ну а бывает что дарят и вещи блокирует приход для новых вещей такое тоже бывает понимаете интересно конечно может ли подарок навредить человеку вот с бельем понятно как определить может если моему ребенку что-то подарили первое определяешь какой человек подарил какие у тебя с ним отношения второе значит ты определяешь принцип ну например если ребенку дарят дарит какая-то знакомая например да которые по какому-то принципу к тебе не очень хорошо относится ну ты догадываешься но не знаешь и вот тебе ребенку подарили и вдруг у ребенка что-то не так пошло подняла на и в итоге мы получаем на выходе что ты быстро догнала этот принцип выбросила игрушку например и все пересмотри куклы у дочери кто дарил поняла куклы все остались другом городе и в основном там куклы которые дарили на работе на новый год то есть там нету то есть там нету таких кукол которых дарил кто-то лично поэтому наверное может твоя дочь и не играла в них может быть то есть они были скажем так обезличены это не кто-то конкретно их дарила дарили вот в новогодних подарках в основном пересмотрите с дочкой что то есть у вас как фон вот игрушка какая-то фонит нехорошим уж подруга и дарила может это мягкая даже игрушка ну мягких было много но это сейчас далеко у меня нет 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 это то что у вас собой где то есть посмотреть это может быть мелкая игрушка какая то есть игрушка не очень хорошего качества смотри сама придет и вдруг поймешь что это за игрушка ты можешь не игрушка это может быть подвеска какая-то ну что то да как вот какая-то безделушкой не знаю что это какая то вещь есть негативно Так, ну, в общем, опять же, тема, да, что как раскладываться по жизни у всех. Если, допустим, подарен комплект белья кому-то, то в итоге он может ваши отношения в плюс вывести, если человек хороший дарил, может в минус, да. Если вы какой-то деятельностью занимаетесь, вам тоже могут дарить подарки, потому что это самый простой подарок, дарите человеку, который чем-то занимается, да, там, по его профессиональной принадлежности, то тоже надо быть осторожнее, потому что могут дарить вещи, которые заряжены на свертку профессионального направления. Вот с этим вообще очень серьезно, к этому просто отнеситесь серьезно, вот, и тогда как бы вы будете понимать, что вам надо делать. То есть есть еще такой момент, что бывает, что человек выходит в какой-то плюс, например, да, появляются люди, которые вытаскивают, но рядом могут присутствовать люди, которые топят, энергетически, вот, и, ну, держатся около этих людей, такие люди из-за денег, из-за каких-то еще возможностей. И вот здесь очень опасно именно вот не те, кто дарит со стороны, да, особенно если эти люди поддержат, а те, кто рядом, потому что как раз от них вы не ожидаете того, что вам могут сделать подклад, там, приворот сделать и прочее, потому что эти люди всегда рядом с вами каким-то образом, и вот тут вот опасность идет от таких людей. Это бывает у людей со статусом, с возможностями, то есть здесь всех своих половин я вам советую проверять, потому что может быть у кого-то, как вариант, у женщины-любовника молодой, да, будем так говорить, вот, или наоборот, если женщина при статусе, а около нее человек непорядочный тоже, всякое бывает. То есть здесь нужно смотреть на проверку все-таки своих половин и их родственников, какой интерес. Потому что бывает, когда люди статусные приходят, особенно посыл, когда люди денежные, статусные, я тоже с такими работаю, вот, снимала негативы у многих, и там человека просто сажают на разные негативные программы взаимосвязи с таким родом, который из них сосет деньги и все прочее, и человек не может никуда деться. То есть точка развития этого человека – это просто содержание того клана, в котором он там живет, я не знаю, или она, да, там, смотря в какую ситуацию кто попал. Поэтому здесь не секрет, сейчас это процветает, сейчас у нас дружбы как таково очень мало, да, у нас в основе своей все повернуты на использование кого-либо в своих целях, особенно чем выше люди, тем больше у них возможности рассматривать и всех остальных как винтики для своего карьерного роста. Поэтому здесь всегда надо смотреть, что вам приходит, да, в какие игрушки играются вокруг вас люди, и не играются ли они вами, потому что самое страшное, самое страшное, когда играются с судьбами людей, да, то есть таким образом влияя, взаимосвязываясь с людьми, да, используют их для своих каких-то целей, а потом могут кидать. Это самое страшное для тех, кого кидает, да, как бы это, ну, мы же все не собаки, не кошки даже, для них это тяжело, представляете, а как для людей. И здесь тем, кого кинули, всегда совет, голову подняли и пошли дальше. Но опыт этот просто держите на вооружении, чтобы понимать, что с вами так больше никто не должен поступать, вы поняли. Если вы будете себе установки делать и грамотно работать с этим негативом, убирает себя такое, или с кем-то работать, кто с вас это сможет снять, то вы сможете выйти на другой уровень как бы себя, да, и уже понимать, что в вашем окружении такие люди не будут появляться. Если будут, то у них будут, соответственно, какие-то проблемы, да, в чем-то, да, вот, поэтому я советую, конечно, в какой-то степени всем вот такие, такой момент, Маргарит. Ну, вот ты говоришь, утилизировать, допустим, вот тоже постельное белье, да, каким образом? Если вынести на помойку, его там кто-то подберет и будет им пользоваться. Что из этого может получиться? Тоже интересно. Здесь однозначно, если тебе не нужно, оно, значит, может быть, нужно кому-то другому, почему бы и нет. Я такие вещи как бы выношу, то есть обычно. Выносят же люди вещи, которые не носят, но они все-таки заряжены. Вы замечали иногда такой момент, что когда вы, когда вы вот вещи поносили, да, и потом вы берете эту вещь, допустим, вы ее не носите, но вы вспоминаете период, где вы были с этой вещью, да. Период, сколько лет проходила эта вещь, представляете, да, с вами. И здесь надо понять, что если у вас, допустим, висит в шкафу вещь, которая много лет была с вами, и вы переживали какие-то плохие события, то эта вещь фонит этими событиями. То есть эти одежды, они впитали в себя негатив от тех ситуаций. И здесь надо перешерстить весь гардероб и, возможно, просто постараться заменить. Вообще регулярно надо что-то менять. То есть есть, конечно, абсолютно любимые штаны там 100-летней давности, там были ползунки, когда вас одевали в детстве. Я не про это сейчас говорю, не про такие вещи, которые для вас талисманы, да, а про вещи, которые с вами были в быту, и вы не замечали этого, потому что даже портится вещь не просто так, понимаете, да. То есть если вы как бы где-то что-то таскаете в рюкзаках, сумках, обратите внимание, как они быстро, бывает, на себя берут негатив, понимаете. То есть, ну, я не говорю сейчас о 20 сумках в комнате шкафу, там 50-метровый, как у некоторых, да, что человек заходит, и как в лесу, да, среди одежды, и не знает, что одеть, там, два магазина обуви, одежды, и все вместе взятые. Я сейчас не про такие вещи говорю. Там практически эти вещи все новые, и человек заходит, он, может, один раз ее там в пятилетку одела, она это платье, и все. Но смысла от такого шкафа я не вижу вообще. Вот. Я говорю о вещах, которые, допустим, любимые, да, мы все-таки, ну, есть люди, которые каждый день что-то прямо одевают, а есть люди, которые в одном и том же могут ходить там, или в похожих вариациях на тему, да. Я знаю, забыла имя какого, Шмасуддинов Аяса, это известный молодой миллионер, миллиардер или миллионер, короче, создатель курса бизнеса, да, какого-то там, не помню, у меня сын этим интересуется. И, по-моему, Аяс, да, его звали, зовут. И у него очень все просто, черные футболки и штаны. Их так несколько штук, вот я слышала про него, вот эту историю, да, смотрела. Так что вот поносил, выбросил и все. Но это обезличивает, то есть это обезличивает все-таки, да. Та же история у Цукерберга. У него тоже там шкаф показывал. Тоже ряд одинаковых футболок и вообще без заморочек. Стив Джобс, в принципе, тоже не сильно заморачивался, поскольку я помню. Ну, я тоже, вот, как бы мы все на одежде, может быть, творческие люди или люди, кто зациклен на рабочих процессах, вообще не заморочены на одежде, да, там. Это если возникает необходимость, например, я лично начинаю думать, а что, надо что-то купить или что-то одеть. Так вот я достаточно, в общем, просто одеваюсь, и чем проще, тем лучше джинсы там и какие-то эти самые. Но в любом случае, как бы, есть люди, у которых приходится одеваться в классическую всякую билиберду, да, и тут нужен подбор одежды какой-то, да. И вот здесь вот все равно вступают в силу определенные шкафы пространства, куда это все складировать. И все равно тогда надо подбор одежды делать, чтобы это сочеталось с разной вещью в гардеробе, да. Ну, сами знаете, как это. Но это и тоже головная боль, представляешь, одеваешь, открываешь шкаф и думаешь, господи, что одеть-то нечего. И как все просто, когда ты одеваешь то, что у тебя там 25 футболок, 25 штанов. А, Маргарита? Ну да. Ну, я тоже не сильно заморачиваюсь на одежде, поэтому вот эти полные шкафы, в которые ничего не помещается, но при этом носить нечего, такого у меня тоже нет. Может быть, так и прочее. Ну да, но в любом случае пересмотреть период, в каком... Допустим, если у человека был какой-то период не очень положительный, и надо посмотреть, кстати, да, к вчерашнему нашему разговору тоже вспомни, что если есть какая-то вещь, которая присутствовала при каком-то событии, которое было, может быть, неприятно, то, может быть, эту вещь нужно убрать, да, чтобы она не влияла на состояние, понимаешь. Ну, это не всегда возможно вспомнить, к сожалению. А ты знаешь, как это делается? Ты берешь вещь и сосредотачиваешься на ней просто. И тебе будет приходить информация, где ты была с этой вещью. Хоть в минимальной степени все равно идут воспоминания, не сразу, у кого-то сразу, у кого-то не сразу, где человек может вспомнить тот или иной период, когда ты носила эту одежду. И, кстати, как ни странно, именно, кстати, после разговора со мной у многих всплывают эти вещи, и люди начинают как бы избавляться от плохих вещей, и приходят какие-то новые, более позитивные. То есть ты как бы выбрасываешь. Я таким образом, кстати, избавилась от многих вещей, которые вроде бы лежали, можно было бы одеть. Я взяла все это, собрала, выбросила. У меня тоже таких моментов хватает, особенно перед переездом в другой город. Я, в принципе, много что раздала, много что выкинула, и мало что сюда взяла. Поэтому с собой у меня как раз-таки минимум. Ну, кстати, самоизоляция, которая была, помнишь этот период? И все, наверное, помните, да, этот период, когда возникла вдруг самоизоляция. И вспомните вдруг, как резко на второй план отошли какие-то вещи, которые вам раньше казались важными, там, покупка чего-либо, да, как все стали дружно экономить деньги. Я не знаю, готовить дома, да, кстати. Вот, а не ходить по ресторану. То есть ушел пафос куда-то. Все вдруг... Я видела людей, которые в военной форме одевали френчевые вот эти вот военные формы и ходили в магазин с рюкзаками, чтобы у них продукты не отняли. То есть каждое время диктует свою какую-то позицию, да, по одеванию. И, опять же, вы можете все-таки иметь разные типы гардеробов своих, да, у себя обязательно надо, да, там, вплоть до костюма от химзащиты, да, надо тоже, наверное, иметь и противогаз. Но в любом случае, в какой-то степени, да, я все-таки советую просматривать не на то, чтобы выброс всего гардероба и покупка нового, да, не впадать в такую паранойю, а именно просмотр тех вещей, которые могут быть негативом, допустим, ну, как бы заложенность какая-то. Потому что подаренная или купленная... Бывает, что вы купили вещь, смотрите, как еще бывает. Вы купили вещь, а ее кто-то до вас мерил. И вы одеваете эту вещь, а вы еще и даже не постирали, представляете? И вы уже автоматически, померив, можете взять себе проблему этого человека, если она вам созвучна. Бывает и так, кстати. Это уж очень сложно определить, конечно. А как не померив, тоже взять вещи и... Ну, нет, тут, конечно, впадать в это не надо, но просто так же действовать по ощущениям. Ты берешь вещи, и ты ощущаешь, нужно тебе ее брать, мерить. Бывает, знаешь, как ходишь-ходишь, ничего не найдешь, а потом раз и купила. Сколько раз так, да? Ну, это... Для меня это обычное явление, когда я даже не думаю что-то купить, захожу в магазин, покупаю, или когда я что-то долго ищу, но при этом ничего не покупаю. Да, я тоже так. Я могу зайти спонтанно там просто так даже. Ну, есть какие деньги, но я ничего не планирую. И вдруг я могу автоматом купить там вещи две, там, неожиданно для самой себя, как у меня как-то недавно было. Поэтому... Ну, они были визуализированы в какой-то период, и просто пришло время материализации этой визуализации. То есть это была задуманная какая-то мысль, которая вот на данный момент материализовалась. Поэтому ты зашла и купила. Это то, что было тобой запрограммировано, допустим, когда-то, ты об этом думала. То же самое и все люди так, в принципе, устроены. Ну, вот еще интересный момент. Ну, к подаркам это, конечно, слабо относится, но все-таки интересно. Допустим, у меня очень часто, я когда пересматриваю свой гардероб, и какие-то вещи мне уже не нужны, но они довольно-таки хорошего качества и не так сильно носились, жалко выбрасывать. Я их обычно или родственникам отдаю, или отправляю в село, например, а там люди с радостью их потом носят годами. Это тоже, да, я знаю такую практику, очень многие так делают. Но есть тут один риск. Допустим, если человек начинает носить эту вещь, эта вещь, она заряжена твоей энергетикой. Вот. Поэтому я все вещи, да, поэтому я все вещи не отдаю никогда адресно, я просто их выставляю, грубо говоря, даже их выбрасываю. Потому что для меня... Все равно там твои... А там уже идет... Нет, а там ты не знаешь, куда ты отдаешь. Ты просто, ну, мало ли кто там одел. Ты когда выбрасываешь, идет выброс. Ты выбросила, поняла? То есть для тебя это выброшенная вещь. Когда ты отдаешь, это отданная вещь. То-то сохраняется взаимосвязь. А когда ты выбрасываешь, это выброшенная вещь. Это как мусор, понимаешь, да, для тебя. То есть ты выбросила лишний мусор. То есть тут идет другая логика. И ты как бы выбрасывая эту вещь, которая тебе не нужна, ты как бы от них отказываешься. Ты теряешь с ними взаимосвязь. Поняла, да? Я, кстати, это поняла еще по одной вещи в свое время. Я как бы у своих детей... Это, наверное, был 2004 год. Нет, это тот же самый 2006 год был, да. Осенью, по-моему, летом. Я, короче, мы набрали... Ну, вытащили коробку. Короче, все игрушки усерженные. Ну, у Родосвета их не так много было. Уже к тому возрасту. Но я собрала вот все вот эти малышовые игрушки, которые не нужны были, потому что это была огромная коробка. И мы это все вместе с каким-то самокатом выставили около помойки. Естественно, так как там в центре двора помойка, где мы жили, естественно, значит, все дети-то, все практически, все эти игрушки растащили мгновенно. Потому что они, в принципе, все были неплохие. Вот. И когда я увидела недоброжелательных детей, моих детей, да, моей дочери, которые ездили на ее вот этом самокате, который мы выставили, мне моя сказала, говорит, мама, говорит, больше так мы не будем делать. Я не хочу, чтобы на моих игрушках ездили плохие дети. И был конфликт, замес негатива был с этими детьми потом, да. Поэтому тут, видишь, ты отдаешь вещи, как бы для людей это, может быть, и ненужные вещи, но как бы находка. То есть то, что человек потерял один, а другой нашел для него, это находка, понимаешь? Ну, может быть, можно свою энергетику отсечь хотя бы методом стирки. Я обычно перед тем, как отдать, я всегда стираю. Можно, да. Ну, хорошо, и когда я там тоже постираю. Ну, видимо, да. Ну, сейчас я тебе скажу тенденции. Обрати внимание, вот, допустим, дети выросли, маленькие совсем. Очень многие же покупают сейчас безбожное количество одежек вот этих, потому что она из таких тканей сделана, что они быстро очень изнашиваются, да. И, в принципе, хорошо, если там есть маленькие дети, они потом тоже одевают. И как бы в семье это круговорот вещей происходит, да. Вот. А в основе своей получается как бы, что пытаются люди куда-то это отдать. И вот это начинается проблема. Во-первых, сейчас не берут те же детские дома, берут только новые вещи. Ну, с учетом каких-то уже обстоятельств сегодняшних, да. Вот. И практически можно выбрасывать смело эти вещи, а если вспомнить, сколько они стоят, да. Очень жалко. Очень жалко, да. Это очень большие деньги, по сути, как бы. Ведь ребенку надо не один пампер, не один ползунок там, два. Их надо хотя бы какое-то количество. Это все, они растут, израстаются. Все это изнашивается. Когда много одежды, я все равно ее куда-то потом хочется пристроить, потому что она хорошая. Ну, и у многих это так и остается. Потом раздают, как бы, кто как. Ну, у меня детские вещи никогда не пропадали. У меня у родственников они с удовольствием забирали. Есть приятельница многодетная, она с удовольствием забрала и игрушки, и вещи. Я знаю, что там это все, ну, пойдет в пользу. С радостью. Ну, мы так тоже делали, но был момент, как раз это десятый год. Вот моя дочь, мы отдали игрушки. Причем, кстати, они неплохие, да, куклы, там, пупсы. Но отдали не очень хорошим людям, в принципе, да. И, как бы, во-первых, зависть это вызвала, потому что куклы дорогие были, все эти пупсы, да. Вот, и на самом деле, как бы, ребенок, которому мы это отдали, как бы, она была счастлива. И, может быть, это заталисманенное то, что мы отдали ей. И этой семье дало перспективу развития, как ни странно, в позитив, да. То есть там потом, в принципе, все наладилось. Но отношение к нам было не очень хорошее. То есть такой зависти жесткой я, как бы, давно не видела. И это близко было. То есть эти люди, как бы, дружили мы, как бы, общались. Вот, поэтому в какой-то степени я потом ушла от этих людей, да. Мы ушли от общения. И я для себя просто сделала вывод, что очень надо выбирать. И в любом случае, вот, мы уже потом отдавали вещи дочери, ну, когда она выросла, да, из каких-то вещей, дружественным людям. То есть и там действительно люди это как благодарность принимали. То есть особенно если вещи в хорошем состоянии. Ну, в любом случае, это спорный момент. Потому что, например, есть люди, которые чувствуют энергетику вещей, да. Соответственно, такой момент может быть, что вы чувствуете вещи, кто носил, и вы как бы можете автоматом все равно одеть проблемы этого человека на себя. Так же точно, как и наоборот. Вот. Еще есть такая тема тоже интересная. Вот если вы обратили внимание, вот в наше время, да, у нас были любимые игрушки. Вы помните? Я до сих пор помню очень какие-то любимые игрушки. Их уже нет, да, там. Особенно Микки Маус у меня был любимой игрушкой. За 8 рублей мне бабушка-то подарила. Я его подарила своей названной сестре, а в итоге игрушка потерялась. И я потом много лет об этом жалела. И я тогда сделала вывод, это в 15 лет мне когда было, да. Не, не в 15, я вывод сделала попозже, наверное, может быть, лет в 17-18 уже. И я сделала такой вывод. Как раз я начала заниматься эзотерикой. Это 89-88 год. И я тогда сделала вывод, что нельзя, ну, нельзя свои игрушки, которые вам близки, отдавать, если к вам, допустим, детям каким-то, да. Ну, одно дело, я это делала, да, когда ко мне в офис приходили дети, родители с детьми. Иногда вот я какие-то машинки там своих детей, у меня полно было в офисе игрушек, отдавала, за что, кстати, мне моя дочь втык сделала, потому что она не досчиталась игрушкой, сказала, мама, почему ты это все пораздавала? Я говорю, да вот там приходили дети, я там, ну, как бы там было, как элемент талисмана, то есть тут ничего такого, да, вроде. Вот, а если, допустим, вы свою любимую игрушку отдаете даже своему ребенку, ваш ребенок не будет к ней так относиться, как вы. То есть вы отдаете свою любимую игрушку, и для ребенка это будет такая же игрушка из десяти его игрушек, это не его любимая игрушка, и он с ней будет поступать жестко, понимаете, да, там, ну, смотря какой ребенок, да, там кто-то может и лапу выдирать, и руки, и прочие куклам, игрушкам, собачкам. Поэтому вещи, которые нам дороги, они не могут быть дороги нашим близким, да, как бы, потому что каждый человек свою коллекцию вещей за жизнь собирает, и где-то это может для кого-то хламом казаться, а для кого-то это важно, да, и обычно, как бы, очень важно, да, когда вам дарят вещь, то есть это может быть мелкий предмет, это может быть просто, я не знаю, яблоко с яблони, да, это будет свято, это будет важно. То есть любой подарок, любой подарок, как бы, может нести какую-то энергию, и если вы дарите вещь человеку или людям, кто вас не ценит, например, то пробой будет у вас прежде всего, то есть вы должны это понимать, потому что по этой вещи будут как-то негативно могут к вам относиться, энергия взаимосвязи между вами и подарком будет идти к вам негативом. Если вы подарили с душой, и человек принял с душой этот подарок, то взаимосвязь позитивная сохраняется, и, соответственно, подарок будет приносить человеку удачу на многие годы, сколько этот подарок у человека присутствует. Вот. Поэтому свои какие-то любимые вещи я советую, ну, в смысле вещи, там, игрушки, какие-то талисманные вещи, то, что для вас важно, не факт, что это будет важно для другого человека, поэтому здесь надо четко понимать, что вы кому отдаете. Понимаете, Маргарита? Ну, в свое время мне мама говорила, что ты свои вещи, которые тебе самой дороги, лучше никому не отдавай, потому что вот то, что ты сейчас сказала, в принципе, она мне тогда сказала, что тот человек так ценить твою вещь не будет, как ты ценишь. Ну, видишь, она у тебя мудрая какая. Я до этого дошла в 18 лет, когда я вспомнила этого Микки Мауса, потом был период, когда я своей названной сестре в 2002 году, я у нее спросила про этого Микки Мауса, представь, мне уже был под тридцатник, там, 33 года, да, 32, и она мне сказала, где-то он лежит с оторванной лапой, и мне так больно стало. Вот реально, ты представляешь? И до сих пор у меня мучает сось перед этим Микки Маусом, потому что мне его подарила бабушка, как бы уже того подарка, как бы уже не будет этого подарка, все, его нет. Но я, конечно, вышла из положения, я сейчас скажу, в 13-м году, мы как бы как раз у меня, сын стал жить отдельно, мы ему что-то на квартиру покупали из продуктов за очередь, и я увидела там Микки Мауса в свое время, в советской, он стоил 30 рублей тогда, этот большой Микки Маус. И вот именно того Микки Мауса, который был в советское время за 30 рублей, я сейчас в тот период, в 13-м году, по-моему, да, я купила за 200 с чем-то тысяч. Вот он у меня до сих пор есть. И я его купила, как бы, логично, как продолжение того Микки Мауса, как от бабушки, только перспектива роста. То есть я сама выстроила логику, вернув себе Микки Мауса в обновленном варианте, поняла, да? Вот, ну, такая вот интересная вещь, представляешь, да? Ну, то есть ты перенесла энергетику с того сюда, и... Да, да, да. Я как бы... Это продолжение того. Да, я обновила этого Микки Мауса. Он большой такой, ушастый. Ну, и тут же ты брала привязку к тому старому. Да, я перестроила себя на этого Микки Мауса, то есть у меня привязка к тому ушла. Ушла болезненность, и я выровняла отношения, но я перенесла это на этого нового. Потому что... Почему у меня так получилось? Потому что когда у меня был тот Микки Маус, и я его отдала своей названной сестре с дуростью, да, и глупостью, молодой... А я в тот же момент, я как раз ходила по детскому миру, помню, и я все хотела купить себе Микки Мауса вот этого, который сейчас у меня. Тогда он стоил 30 рублей. Вот. Ну, представь, тогда 30 рублей, да? Большой Микки Маус. Это дорого было. Это в 80-е годы. 89-е даже. Это все равно было дорого. Вот. И я ходила все около этого Микки Мауса, все хотела накопить и отложить. Это стипендию... А, я уже работала тогда, помню. Вот. И я так и не купила. Но вот у меня вспомнилась эта картинка, как подзамена, да? То есть нужно делать подзамену. Я сделала себе подзамену, перенеся с того Микки Мауса, как подарок от бабушки, которая, кстати, уже умерла, да? Она в 12-м году умерла. Почему так болезненно и было это восприятие у меня того Микки Мауса, как память о ней? Я перенесла на этого большого. Как бы, знаешь, как бывает, душа умершего подсказывает. Мы шли по магазину, и вдруг я резко развернулась, увидела Микки Мауса, я его взяла, и все. Я поняла, что эта игрушка – та аналогия того, что мне тогда бабушка дарила, как от нее посыл был, понимаешь? Вот у меня это с этим связано. У каждого, может быть, по-своему завязка вот каких-то символичных игрушек или вещей, да? То есть вы можете идти по магазину, и вам вдруг придет какая-то вещь, которую вам подсказал тоже, как говорится, умерший человек из вашего рода, или, например, просто хороший продавец, который почувствовал, что вам эта вещь нужна, допустим, да? Ну, такое редко бывает, конечно, что продавцы такие добрые и чувствительные. Ну, да, сейчас же век у нас какой. Тут есть вопрос. Не вопрос, а, скажем так, две реплики. Мой ребенок просит живую лошадь в подарок. Вот Ольга говорит. Что ей делать? Наверное, купить игрушечную какую-то на замену. Здесь, смотря сколько лет ребенку, возможно, у вас есть ипподром рядом. Может быть, ребенку нужно начать заниматься. Почему? Потому что если вы купите игрушечную лошадь, вы, конечно, можете купить, начать собирать, коллекционировать игрушечных лошадок. Но у ребенка сформированная любовь к живой лошади, она не просто так. Это что-то связано с прошлыми реинкарнациями. Здесь нужно, наверное, показать реально живую лошадь. Когда есть детские на ипподромах занятия, чтобы ребенок попробовал покататься на лошади. Опять же, объяснить, что за этим надо ухаживать. Прежде всего, вообще, любые животные, которые дети хотят, я бы советовала, прежде всего, объяснять не просто на уровне собачка-кошка хорошо, как пушисто-ласково, а именно на принципах минуса, что за этим надо следить, убирать и прочее. У меня дочка тоже сейчас говорит, я тоже хочу на лошади и все остальное. А как чистить эту лошадь, как за ней ухаживать, это же очень сложно. Во-первых, это, во-вторых, все-таки это спорт, понимаешь, да? То есть тут нужно ответственно к этому подходить. А сможет ли физический ребенок удержаться на лошади? Это опасно тоже. Это опасно, достаточно спорт. И не будем говорить про травмы, да, связанные с лошадьми. Вот, но я советую, прежде всего, как бы именно пойти по принципу, хочет она, ну, соответственно, или он, да, там отвели, посмотрели. Я знаю людей, кто возит детей на ипподром, и там, ну, или какие-то, знаете, сейчас конюшни есть. Вот у нас тоже в Ногинске, там вот у меня друзья ребенка возят, да, и я там была тоже. У меня даже фотографии где-то с конем прекрасным есть там. Вообще символическое животное очень. Да, вы можете приехать и немножко там, чтобы ребенок занимался у вас там. Бывает, что начинается пони, да, как бы в любом случае это будет живое общение. Лошади, кстати, лечат, да. Тоже, если у кого-то есть нервные состояния у детей, я советую этот вид, как это сказать, релакса спортивного, потому что, ну, сама лошадь, она как таковая, она очень мощную энергетику имеет. Надежда пишет, моя внучка не играет в куклы, в 6 лет научилась здорово кататься на велосипеде, роликах. Рада вас? Да, Надежда, привет. Ну, вы знаете, у вас, я бы сказала, внучка футболист. То есть здесь машины, велосипеды, ролики, здесь спортивный ребенок и куклы не то, что не ее, это как будто бы пройденный этап, наверное, ей это неинтересно. Я бы советовала тут, конечно, какой-то двигательный вид спорта, но при этом, чтобы он был безопасный тоже. Маргарита? Ну, на сегодня, я думаю, достаточно. Мы уже почти час в эфире. Если будут вопросы, пишите, пожалуйста, на электронную почту SunGates. Заходите к нам на канал, подписывайтесь. Всего доброго. Следующий эфир у нас будет в следующую среду. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok